Вы подписали этот нейтралитет в тот момент, когда вы пробовали релегировать конфликт с Приднестровью? Могу единственное подтвердить, что действительно очень тесное взаимодействие между профильными ведомствами, между нашим СИБом и СБУ. Так называемый план Козака Порошенко, он вообще на саммите ГУАМ был огромной неожиданностью. То есть должны были пройти местные выборы без вывода российских войск. Только когда он перестал быть уже президентом, тогда он начал говорить о том, что это предательство. Что отбывается с контрабандой? Это контрабанда на ММЗ под видом лома черных металлов, еще и вооружений. Увольнение Саакашвили кому-то мешало в сложившихся схемах. В Приднестровье в тот момент был Смирновый и Антюфеев. А с кем в украинской владе был повязан этот олигарх? С бывшим президентом Петром Порошенко, причем сотрудничество этого у них длилось еще с конца 90-х, начала 2000-х. Доброго дня. В эфире новый выпуск программы «Евроинтеграторы» и моих гостей сегодня Руслан Балбачан, посол Молдовы в Украине. Доброго дня. Добрый день. Станислав Речинский, главный редактор сайту ОРД. Доброго дня. Доброго дня. Пане посолу, первое вопрос к вам. И Молдова, так же, как и Украина, держится евроинтеграционным направлением, скажем так. Какие перспективы щодо членства ЕС вы видите для вашей и нашей страны? У нас очень обширная повестка. Она включает очень многие вопросы, в том числе и вопросы взаимодействия наших двух стран с Европейским Союзом и вопросы евроинтеграции. Как известно, наши страны подписали соглашение об ассоциации в один день. Молдова, Украина, Грузия в 2014 году подписали эти соглашения, которые включаются в соглашение о зоне свободной торговли. Сейчас все три страны имеют и безвизовый режим для граждан наших стран. Это очень важное направление для нас. И я уверен, взаимодействие на данном этапе позволит нам приблизиться еще ближе к Европейскому Союзу. Говоря откровенно, у нас есть очень открытый диалог с Офисом вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции. Мы говорим, конечно, об европейской интеграции. Есть очень много направлений, где мы могли бы объединить усилия, привлечь европейские фонды и реализовать совместные проекты. Скажите, пожалуйста, почему Молдова для себя брала нейтралитет относительно НАТО? Статья 11 нашей Конституции предусматривает постоянную нейтралитет для Республики Молдова. И также пункт 2 данной статьи предусматривает запрет на нахождение на нашей территории иностранных войск и иностранного вооружения. Это очень сложный вопрос. Вы, наверное, знаете, уверен, ситуацию, связанную с преднестровским урегулированием. Это был выбор Республики Молдова, и он поддерживается практически большей частью всех политических игроков в Республике Молдова. Вы подписали этот нейтралитет в тот момент, когда вы пробовали урегулировать конфликт с Приднестровью? Конституция была принята в 1994 году. То есть она предусматривает, как я уже сказал, статус нейтралитета для Республики Молдова. Но это не помогло в конфликте с Приднестровьем? Ну, к сожалению, пока данный конфликт еще полностью не урегулирован. Очень важно то, что имеется диалог. Очень важно то, что мы предлагаем все усилия по сближению обеих берегов Днестра, по реинтеграции нашей страны. Это очень важное направление. Идут переговоры в международно преднанном формате 5 плюс 2, где также участвует и украинский представитель. У нас очень плодотворный диалог с спецпредставителем Украины по Приднестровскому урегулированию, послом по особым поручениям МИД Украины господином Крижановским. Мы признательны Украине за ту принципиальную поддержку, которую она оказывает Республике Молдова в данном направлении. Но пока переговоры идут, важно то, что в регионе поддерживается стабильность, важно то, что есть определенные позитивные подвижки, но, к сожалению, полностью не урегулирован. Танислав, вопрос к вам. Своего времени Молдова почти погодилась на мирный план по Приднестровскому Порошенко-Козаку, но все-таки он так и не был имплементован. В тот же время, когда сейчас начали говорить о формуле Штенмайера, которая также была угодлена за часы Порошенко, и она более выгодна относительно плана Порошенко-Козака, который был запропонован в Молдове, теперь Порошенко против плана Штенмайера, который он сам погодил. Тогда, соответственно, он должен быть против своего плана по Приднестровскому? – Безусловно, в этом нет логики, потому что так называемый план Козака-Порошенко, он вообще на саммите Гуам был огромной неожиданностью для участников. Его представлял, кстати, Ющенко этот план, и от него отказались, потому что это была фактически легализация сепаратистского образования. То есть должны были пройти местные выборы без вывода российских войск. То же самое, что, в принципе, Козак планировал сделать и на территории наших сепаратистских образований. И Порошенко эту идею полностью поддерживал, если вы помните. Только когда он перестал быть уже президентом, тогда он начал говорить о том, что это предательство. На самом деле это была попытка законсервировать эти образования, я подозреваю, что в том числе и с коммерческой целью. Потому что такие образования – это всегда очаг масштабной контрабанды, хаб. – А, повторяюсь, что вы думаете с контрабандой в Приднестровье? – И вы в Приднестровье. Наша позиция очень четкая и открытая. Мы всегда ведем диалог с нашими украинскими партнерами и призываем расширить пункты совместного контроля на Приднестровском участке нашего совместной государственной границы. Очень хотел бы в этой связи подчеркнуть, мы благодарны украинской стороне за открытие первого совместного пункта пропуска в 2017 году в пункте Кучурган-Первомайск. В данном этапе наши представители пограничной полиции и таможенных органов могут находиться на территории Украины и также участвовать в процессе контроля как людей, так и товаров из данного региона. Для нас очень важно данный процесс дальше расширить и на другие пункты. И сейчас мы ведем активный диалог с нашими украинскими партнерами по подписанию протокола еще на два пункта пропуска на данном участке границы. Плюс мы также ранее договорились о совместном патрулировании данного участка границы нашими представителями пограничных служб. Мы максимально открыты для того, чтобы вот таких феноменов как можно быстрее искоренить. А как Вы думаете, чему так долго не вырешивается питание контрабанды с Приднестровьем в сайт расследований принципов? Потому что это всем выгодно. С одной стороны, это ворота. Еще одни ворота традиционной контрабанды из Украины. Это сигареты и спиртное в Европу. С другой стороны, там более тяжкие вещи происходили именно в Приднестровском направлении. Это контрабанда на ММЗ, на завод рыбницкий, под видом лома черных металлов, еще и вооружений. И это отслеживалось и американскими партнерами в свое время. То есть нужно перекрывать еще и эту цепочку. Но эта цепочка очень приносит много прибыли для ее участников. И поэтому ее никто не закрывает. То есть тут нужно у нас решать еще вопрос Одессы, как ворот контрабанды южных. И вы связываете это с нестабильностью одесских губернаторов? Я думаю, что в том числе, например, увольнение Саакашвили, я думаю, оно было связано не только с политической составляющей, но и с тем, что, видимо, он кому-то мешал в сложившихся схемах. А в який момент взагалі склалися, по ваших данных, эти контакты и по оружии, и взагалі по контрабанде? В 2000-е годы, начало 2000-х, первоначально это была схема по так называемому возврату пустого НДС. То есть с нашей стороны на ММЗ шел какой-нибудь мусор, который затем в фиктивных документах преподносился как огромное количество металла. И со стороны государства эти фирмы брали возмещение НДС. Это была очень распространенная схема. Причем, что интересно, один из друзей и близких Порошенко, это некоторый депутат Фиолковский. Он был руководителем фирмы ТОП-Сервис, достаточно известной. Там не только убийствами, но основная специализация это возврат НДС. Фиктивный. Это была тема и на пищевых продуктах, на всем, что угодно. То есть за границу вез все пустой ящик, а государство преподносилось как какая-то продукция. А кто кукуривал этот момент, контролював эти вопросы? Через РНБО шел в контроль или нет? Нет. Это контролировали частные лица. Договорились уже там и с налоговой, и с таможней. Нет. С НБО не было тогда такой большой вес. Я слышала, что в какой-то момент передали под РНБО вопроса контроля контрабанды через Приднестровье. И это было на начале 2004-го, 2005-го. Порошенко стал 2005-го. Он тогда всерьез как бы озаботился проблемами Приднестровья и, вероятно, в том числе для того, чтобы облегчить себе прохождение этих схем. А в Приднестровье в той момент был Смирнов и Антюфеев, если я не помню. Да, совершенно верно. Антюфеев там был в качестве министра госбезопасности. Просто это тот самый Антюфеев, который позже появился в ДНР. По якости также министра госбезопасности. Он был даже премьером так называемой ДНР. И до этого, по его собственному признанию, он был одним из руководителей аннексии Крыма. И мне кажется, что он в Абхазии попрочевал в какой-то момент. Да, это такой, видимо, кадровый сотрудник. И что интересно, что у Петра Алексеевича были весьма добрые отношения как с премьером Смирновым, так, по некоторым данным, с Антюфеевым. И это, конечно, порождает некий конфликт интересов. Ну да. Вот у нас Антюфеев, если я не помню, он находится в розшуке МВС. Ну, в 2014 году точно был. А у вас такие люди, они не считаются... У нас есть свой словник терминов, кто для нас эти люди и как мы их называем. Если можно, чтобы наши телеглядачи зрозумели, какой вас словник терминов относительно этих... Мне сложно комментировать заявление моего визавия относительно вот этих всех схем, которые имели место в 2000-х годах. Журналист расследовать, что МВС занимается, за его работой. Простите, я говорю о своей позиции. Я еще раз подчеркиваю, готовность молдавской стороны максимально сейчас взаимодействует с украинскими партнерами по прикрытию всех схем, то, что касается контрабанды или каких-то незаконных торговых перемещений. Для нас очень важно сделать этот процесс транспарентным и для нас очень важно создать эти совместные пункты пропуска. Я повторяюсь, то, что касается вашего вопроса, конечно, нашей прокуратуры открытый ряд уголовных дел по некоторым лицам, которые совершили разного рода преступления в разный период времени. И эти расследования продолжаются, но больше мне сложно их комментировать. Еще недавно появилась информация, что руководитель Аккерманской фортеции, которая находится на украинской части Дністра, подписал угоду про співоработанство с Придністровью. Насколько это вообще законно? Я не юрист. Насколько это законно с юридической точки зрения Молдовы и с украинской точки зрения? Если говорить о позиции Молдовы, очень сложно комментировать, не видя непосредственно документа, который был подписан в данном случае. Конечно, важно, чтобы эти вопросы были предварительно согласованы с Кишиневым. С Украиной это також не было угоджено? Наверное, с Удейской облрадой это не было угоджено? Я говорю, мне сложно комментировать, непосредственно на этот случай я не знаю всех деталей, не видел соглашения, но на первом этапе было бы лучше, если бы это было проинформирован Кишинев. Я не исключаю, может, это имело место, надо просто перепроверить. Но в целом мы не запрещаем налаживание, как я уже говорил, связей в культурных и гуманитарных сферах. Если говорить о торгово-экономических взаимоотношениях, то здесь четкая и ясная позиция. Экономические агенты слева, берега Днестра, могут заниматься внешнеэкономической деятельностью только после временной или постоянной регистрации в Кишиневе. А вы еще думаете, насколько это законно? В Молдавии ситуация все-таки отличается от нашей. Я думаю, тут дело в том, как эти представители Приднестровья, собственно, себя идентифицируют как представители Молдовы или же как представители чего-то другого. Если чего-то другого, то тогда, на мой взгляд, это незаконно. Но в нашей ситуации, если бы, например, с территории оккупированной такие контакты были, то как бы ни назывались, это было бы незаконно. Ну, я думаю, что подобная самодеятельность вот этого господина Морозова, она тоже нуждается в профилактической работе, я сказал, в специальных службах. Это вопрос министра культуры нового, я думаю. Ну, кто знает. Он должен быть этим заниматься, скорее всего, мне кажется. В относительно олигархов и относительно взаимодействия украинских, можно, владельцев и олигархов с молдовскими олигархами, первое, что вы надеете на изменения после втечек Плахотнюка? Чего вы чувствуете какие-то возможности изменения? Ну, очень важно, что в Республике Молдова сейчас на данном этапе стабильная ситуация. Очень важно, что после подписания соглашения между, известного соглашения в июне месяце, между слева социалистической партией, справа альянсом АКУМ, сейчас, если перевести его, данное взаимодействие продолжается. У нас буквально несколько дней назад имели место местные выборы. У нас начат процесс реформ во многих областях. Самое важное, хотя бы реформа судебной системы, подчеркнуть реформа органов прокуратуры. Сейчас идет буквально на днях, сейчас уже начат процесс по избранию нового прокурора, открытый и транспарентный конкурс. Для нас очень важно внедрение, полноценное внедрение соглашения об ассоциации, которые предусматривают реформы во многих областях. Здесь, в какой-то мере, наши страны похожи, если говорить откровенно. И где-то мы впереди, где-то вы впереди в каких-то областях. Но важность реформ и важность их имплементации, не только принятия на бумаге, а и имплементация, это очень важно для нас. И вот на данном этапе этот процесс продолжается. Было подписано и другое соглашение между этими двумя партиями и сотрудничестве в разных областях конкретно. А с кем в украинской владе был повязанный целях олигарх? Это как бы общеизвестно с бывшим президентом Петром Порошенко, причем сотрудничество этого у них длилось еще. По-моему, с конца 90-х, начала 2000-х, когда были вот эти Букурия Инвест, целая группа компаний, которые скупали ваучеры, когда была печально известная фирма Gemini, печально известная, потому что ее ограбили. И тогда Плохотнюк был, сложно даже сказать, кто был чьим представителем, честно говоря. Но взаимовыгодное сотрудничество у них продолжалось все это время. И из наиболее ярких моментов, например, 2016 год, когда по просьбе, говорят, что не бесплатный Плохотнюк из Украины был депортирован человек, имеющий двойное гражданство, украинское и молдавское, Платон. То есть бывший подельник Плохотнюка, ну и который утверждал, что его заказал Плохотнюк, заплатил за его депортацию Порошенко. То есть Сакашвили был не первый, кто из украинских паспортов был депортирован? Нет, не первый. И там можно еще вспоминать историю Кармалака, такого тоже известного криминального деятеля, которого тоже так странно в Украине упустили. Ну а последнее, это когда, собственно, Плохотнюк покидал Молдову. То есть он же ее покидал через Приднестровье и Украину. И это тоже явно, что это было сведом высших должностных лиц. По поводу экстрадиции, простите, я не могу комментировать деньги и все эти нюансы, говорю откровенно. То, что был запрос об экстрадиции нашей прокуратуры, рисованной украинской прокуратуры, и впоследствии данный гражданин республики Молдова был экстрадирован республикой Молдова. То, что касается гражданства Украины, мне неизвестно. Как Вы сказали, что у нас схожие проблемы в чем-то, а как вообще у Вас с антикоррупционными институциями уже працюют, антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура, бюро? Я Вас уже... Все целый ряд данных у учреждений у нас были созданы. И они, конечно, работают. Другое дело... А когда было с дворами? Несколько лет назад. То есть я не зря сказал, что кто-то раньше, кто-то позже. То есть не суть в этом, суть как они работают. То есть хочется видеть реальные результаты и реальную борьбу. Сейчас основные политические игроки после создания новой коалиции, то есть очень четкой и ясной цели, это реформировать данные учреждения, это поставить акцент на качество работы, акцент на профессионализме и на неподкупности. А Вы думаете, про наши антикоррупционные органы еще? Ну, у нас сейчас положение практически даже... Мы сейчас младше в этом отношении, потому что у нас сейчас это все нужно делать по новой. То есть... Но суд только створился, вот так и запрацовался. Да, суд только создался. Но с другой стороны, было очевидно, что попытка создания НАБУ, САП, она провалилась. И это все нужно создавать сейчас по новой. Потому что они показали свою заангажированность. К той или иной ветви власти. И поэтому мы сейчас опять на старте, грубо говоря. Но я думаю, что структуры, которые остались, ну, как СБУ, как служба внешней разведки, они сейчас реформируются достаточно быстро. И я знаю, что есть много точек соприкосновения, в частности, между СБУ и СИБ, по разным соприкосновениям проблемам. Тут сотрудничество, видимо, будет продолжаться, потому что для нас это тоже критический регион. Это регион не только контрабандный, но и как бы сепаратистски опасный. И просто дивно, когда Украина имеет кордон с Россией, и, естественно, его не имеет. А то, да, Молдова его не имеет. Так не, Украина его не имеет, извините, там Сумская область, или что там. Не, не, я имею в виду, на окупованой территории потрапляют военные, российские, зброя, да, через кордон с Россией, на нашу окупованную территорию. Як бы там был кордон, умовно кажучи, наш, ну, это был в середине нашей страны. Так. Это очень быстро закончилось. Мы, по факту, две дружные страны. Между нами есть вот этот анклав. Я могу единственное подтвердить, что действительно очень тесное взаимодействие между профильными ведомствами, между нашим СИБом, Службой информации и безопасности и СБУ Украины. В сентябре месяце, если не ошибаюсь, была встреча руководителей, уже новых руководителей двух ведомств. Буквально недавно была встреча, две недели назад, руководителей пограничных ведомств. И также была встреча руководителей двух министров обороны. То есть у нас очень интенсивный диалог по всем направлениям, если говорить откровенно. То, что касается границы, я единственное только хотел бы, мало кто знает, что Украина, вторая по протяженности граница после Российской Федерации с Республикой Молдова, у нас больше 1200 километров общей границы. Это очень важное направление, как Вы справедливо отметили, нашего взаимодействия. Поэтому я повторюсь, извините, но очень важно создание данных совместных пунктов пропуска на границе и усиление нашего взаимодействия именно на Приднестровском участке общей границы. У нас на данном этапе до 31 декабря текущего года действует контракт с Российской Федерацией. Есть предварительная договоренность о его продлении далее. В целом, на данном этапе Молдова покупает газ из одного источника, только из Российской Федерации. Плюс очень важный, в следующем году, возможно, к концу года будет завершение строительства другой ветки, которая соединит уже нас с европейской газотранспортной системой, если можно так сказать, через Румынию. То есть это будет румынский город Яса, дальше Унгена и Кишинев. Сейчас строится от Унгена до Кишинева, и это нам позволит иметь альтернативный источник получения газа. Но это будет не раньше, чем через год. То есть если подразумевать ваш вопрос, как мы видим дальше и что может быть после 1 января следующего года, конечно, для нас всегда было важно взаимодействие с Украиной. Имели место, говорю, открытые консультации и переговоры между Молдовой газ и Укртрансказ. Они ведутся уже довольно-таки определенный длительный период времени. Не могу сказать, но я могу сказать, что мы тоже в таком же положении практически, и как Молдова в свое время поддавалась блокаде. У нас достроена ветка на Словакию, так что у нас тут трохи вырешенные питания. Сальдо торгового баланса. Украина для Республики Молдова очень важный, конечно, и торгово-экономический партнер. У нас в последнее время, три года, складывается позитивный рост нашего товарооборота. Это очень важно. Важно то, что у нас есть открытый диалог по всем вопросам. В данной области есть и некоторые вопросы, есть и некоторые проблемы, но диалог ведется. На данном этапе сальдо, к сожалению, не в нашу пользу, и причем очень большая разница. В прошлом году 580 миллионов, это был украинский экспорт, наш экспорт был только 80 миллионов. Еще одним важным направлением это было то, что мы организовали совместно с украинскими партнерами несколько бизнес-форумов. И как на двухстороннем уровне, то есть мы их организовали и в Кишиневе, и в Киеве, и в приграничных регионах, так и на трехстороннем уровне был впервые несколько лет назад организован бизнес-форум Молдова, Украина, Румыния. Организовали в Черновцах. И мне кажется, очень важно вот это взаимодействие, в том числе и в данном треугольнике. Дякую вам, что вы заветовали до нас в студии. Дякую всему, кто смотрит нас. П увидимся за тиждень. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, натискайте на дзвеночек, чтобы не пропустить наше наступное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!